Дорогие друзья, когда я общаюсь с активными христианами в церквах и со служителями церквей, то с удивлением обнаруживаю, что в основном говорят о служении, как эффективно служить, как мощно проповедовать Евангелие, возникает чувство, словно у всех у нас есть в кармане познание Бога. Ну, это не стоящая вещь, не стоящая даже, чтобы об этом говорить. Все мы знаем Господа. Главная задача, как можно более плодоносно проповедовать об этом Боге. Вот почему есть немало больших церквей, эффективных служений, и при этом мы регулярно слышим о падениях и о скандалах, связанных с известными проповедниками и с известными служителями. Почему? Да потому что можно построить большое служение, можно создать большую церковь, но при этом жить далекой жизнью от Бога. Скажешь, а почему церковь большая? Ну, благодаря нашим дарам, нашей харизме. При этом мы точно такие же, как директора или менеджеры успешных предприятий. Познание Бога не прикладывается к нашему служению. Иисус говорил, что мы должны прежде всего искать Царство Божие. Это не то, что у нас в кармане, и об этом даже не стоит говорить. Это самое главное, это основное. Иначе мы просто деятели различных религиозных организаций, во что, к сожалению, вылилось немало христианских служений. Поэтому мы проводим уже не первый год в нашей церкви библейские курсы, куда приезжают желающие не только из Екатеринбурга, но и из других городов. Мы в течение девяти месяцев, с сентября по май, и изучаем Священное Писание, и сами стремимся пережить Господа, переживать Его каждый день. У нас есть и загородные выезды многодневные, где мы практикуем молитву созерцания, или вот эту древнюю христианскую молитву, как называли ее, молитву тишины. И каждый день мы стремимся познавать Его. То есть не только наполняться учениями, наполнять нашу голову знанием, но развивать нашу духовную практику, что, к сожалению, было во многом в наших церквах утеряно. Наши конференции, наши семинары — это просто передача знаний. А где духовная практика? Где духовные упражнения? Где личный духовный опыт? Ведь это самое главное. И Иисус говорил, что все остальное к этому должно прилагаться. Мы не можем дать другим, чего у нас нету самих. Мы не можем людей знакомить с Иисусом Христом, если мы сами Его не знаем. Все, что мы можем, это просто увеличить численность наших религиозных организаций. Только зная Бога, ты можешь делиться этим знанием с другими людьми. Иисус говорил, что «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога». Вот в этом жизнь, не в работе, даже в самой прекрасной, благотворительной, церковной работе, какие-то репцентры, социальная деятельность — это все хорошо, как следствие. Но должен быть центр. И этому центру мы должны уделять больше всего внимания. Это должно быть прежде всего. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте к нам в Екатеринбург в сентябре, где мы проводим наши библейские курсы. Я верю, Бог благословит вас. Мы будем стремиться лично переживать Его, лично познавать Его. Будем знакомиться и со Словом Божьим, и с практикой христианских церквей, духовной практикой, многих великих отцов веры. Как они переживали Его, как они были посвящены вот этим духовным переживаниям. Потому что Бог реален, и общение с Ним — это очень реальная вещь. Приезжайте, будем познавать Его. И, драгоценные, сегодня мы продолжаем говорить о жизни Якова. И у нас третья проповедь о его судьбе. И я сейчас хотел бы открыть, прежде чем откроем книгу «Бытие», где мы читаем о Якове, давайте откроем вначале пару мест из Библии. Одно место из Ветхого Завета, одно место из Нового Завета. Разные места, но раскрывающие один важный духовный принцип. Притча 26 глава, 27 стих. И вот, посмотрите, здесь Господь говорит. Кто роет яму, тот упадет в нее. И кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Писание показывает, что наши действия всегда влекут за собой определенные последствия. Есть причина, есть результат. Роешь яму, думаешь такой хитрый, поймаешь своего врага, но в один день сам окажешься в этой яме. Катишь вверх камень, однажды этот камень вернется к тебе. И в послании к Галатам, в 6 главе, этот же принцип раскрыт апостолом Павлом, 7 стих. Не обманывайтесь. Вот Павел подчеркивает, не обманывайтесь. Потому что нам всегда кажется, что мы будем исключениями. Вот у других так, а у нас будет иначе. И вот Павел говорит, не обманывайся, исключения не будет. Бог поругаем не бывает. То есть за этим принципом стоит сам Господь. Если Бог его установил, Бог следит, чтобы этот принцип исполнялся. И вот этот принцип Павел излагает. Что посеет человек, то и пожнет. И тот закон, о котором сегодня много говорят, закон бумеранга. То есть то, что ты запускаешь, то однажды вернется к тебе, как бумеранг возвращается. Этот закон имеет библейское основание. Что сеешь, то и пожинаешь. Что делаешь другим, то однажды вернется к тебе. И вот этот закон очень ярко показан в жизни нашего героя, Якова. И вот мы сегодня открываем с вами 29 главу книг «Бытие». На прошлой неделе мы с вами закончили на 28 главе. Мы ее прочитали. И вот 29 глава. И вот начнем с 1 стиха. После той ночи, где во сне Яков увидел лестницу. Одним краем, касающейся земли, а другим небом. Увидел ангелов, сходящих, поднимающихся и спускающихся по этой лестнице. Наверху увидел Господа. И встал Яков и пошел в землю сынов Востока. И увидел вот на поле колодец. И там три стада мелкого скота, лежащие около него, потому что из того колодезя поили стада. «Над устьем колодца был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодца. Яков сказал им, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана». Само название места, где жил дядя Якова Лаван, называлось Харан. Харан в переводе означает «дорога» или «перекресток». То есть какое-то место в пути. И очень интересно, что когда Авраам шел из Ура Халдейского в Ханаан, останавливался именно в Харане. То есть Харан – это такой, знаете, как транзит. Вроде бы не главная цель, но где мы в определенный момент оказываемся. Когда мы часто пытаемся к Божьим целям идти своими путями и какие-то задачи решать своими нечестными методами, мы там и оказываемся. Оказываемся в этом Харане, в этом месте транзита. Но что интересно, даже там мы не случайно, потому что там Господь учит нас. И вот посмотрите. Яков сказал, 5 стих. «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали, знаем. Он еще сказал им, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. Вот и Рахиль, дочь его, идет с овцами. И вот смотрите, 10 стих. «Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Яков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал». И вот смотрите, Яков идет к своим родственникам, к брату своей матери, к Лавану. У колодца встречает дочь Лавана, влюбляется в нее, плачет из-за нее. И вот смотрите, 13 стих. «Лаван, услышав о Якове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его, поцеловал его, ввел его в дом свой. И он сказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно ты, кость моя и плоть моя. И жил у него Яков целый месяц. И Лаван сказал Якову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник. Скажи мне, что заплатить тебе? У Лавана же было две дочери. Имя старше Илья, имя младше Рахиль. Илья была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. И Яков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого, кого живи у меня. И вот смотрите, он оказывается у своего дяди Лавана. И вы знаете, встреча Якова с Лаваном показывает, что у Бога есть один важный принцип. Я помню в свое время, когда Бог раскрыл его для меня, то я четко увидел это как раз в этой истории, что Бог часто клин клином вышибает. Мы очень снисходительны к себе и очень строги к окружающим. То, что мы прощаем себе, мы не прощаем других. Вот мы с Дианой неоднократно сталкивались с этим принципом, когда люди не терпят к себе такого отношения, с которым они сами относятся к другим. Вот, например, человек, который часто опаздывает, он порой настолько строг к тем, кто опаздывает в отношении него самого, то есть он сам не может ни минуты ждать. Если он ждет кого-то, кто-то опаздывает, он недоволен, он злится. Но при этом сам очень часто опаздывает. Но кажется, что я на самом деле не опаздываю, у меня много дел, я задерживаюсь. А вот этот человек, как он имеет право там заставлять меня ждать? И вот мы не видим в себе недостатков, и не случайно Господь сводит нас с людьми, в которых присутствуют наши же недостатки, чтобы мы увидели себя самого как бы со стороны. И то, что в себе мы прощаем, то, что в себе мы как бы относимся к этому снисходительно, когда мы это же самое видим у другого, нас это так раздражает и так злит. И Бог говорит, вот посмотри, это ты и есть, вот такой ты и есть. Вот почему очень часто мы замечаем, как вокруг нас много противных людей. Есть такие противные люди, да? Ну вот это вот ты такой, ты такой. Как ты думаешь, что ты не противный, но вот тебя такие и окружают. Все часто притягивает к себе подобные вещи. И вот Яков такой ушлый, обманщик, думает, там всех провел, там все, там что надо сделал, бежит и оказывается в руках еще более опытного обманщика, уже такой дядя со стажем, Лаван такой, он самое первое, видите, целый месяц, он пришел, целый месяц Яков живет у Лавана и забесплатно работает, да? Целый месяц работает. И работал, 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 работал. Лаван видит, что что-то вот, наверное, Яков-то недоволен, не хочет работать, и вот как бы опережая, спрашивает его, он говорит, видите, задает этот вопрос, он говорит, неужели ты даром будешь служить мне? Лаванда с удовольствием хотел, чтобы он даром служил. Но тут как бы переживает, неужели ты даром будешь служить мне? Потому что мы, потому что ты родственник, скажи мне, кто заплатит тебе? Вы знаете, иногда вот я замечаю, люди очень деликатны и обходительны с посторонними, но грубы со своими ближними людьми. Казалось бы, ну что тут, что с близкими церемониться? И тут вот можно, знаете, не сдерживаться. Вот такой вежливый, такой дипломатичный там с какими-то посторонними людьми, но со своими не церемонишься. Ну это же свои, это же родственники. Что переживать? Вы знаете, и порой даже бывает так у христиан. Некоторые думают, вот там даже какие-то дела можно занять, вот как бы нанять верующих, ну что там можно либо не платить, либо мало очень платить, ну что, родственник. И Лаван тоже. Как же тебе, типа ты родственник, что за бесплатно работаешь? Он как бы переживает. На самом деле он вообще не переживал. Он был хитрым человеком. Как же, вот ты родственник, чем тебе заплатить? Чем тебе заплатить? А уже понимал, что кто-то кому-то нравится. И Яков говорит, ему говорит, вот у тебя есть дочь, мне она нравится, вот я буду служить семь лет за Рахиль. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что за девушку брали определенный выкуп, когда отдавали замуж, то брали выкуп. И максимальный там выкуп был 30 сиклей. Вот 30 сиклей за женщину, за мужчину 50. За девушку 30 сиклей. Но до 20 лет цена. А Рахиль, она была младше. Я читал, там исследователи говорят, ей в то время, то есть она где-то вышла замуж, там ей было за 20, то есть в то время ей еще 20 не было. Может быть лет было 14-15, где-то вот столько лет ей было, да? До 20 лет цена выкупа была 10 сиклей. 10 сиклей. Можете представить себе, да? В то время месяц работы примерно оценивался в один сикель. Один сикель серебра. Месяц работы. Подсчитайте. Семь лет. Сколько выходит? 84 сикли. То есть, хоть лаван и прикидывается таким добрячком, ну нормально он свою дочку продал, да? С выгодой. То есть 7 лет ты на меня будешь пахать за бесплатно. Выгодная сделка? Выгодная. 84 сикля получил. За 7 лет. Вот. И может быть кажется, ну после этого он как-то все-таки, ну, так задорого, 8 раз дороже продал свою дочь. Как-то вот должен, ну, пойти навстречу. А на самом деле у обманщиков нет предела. Вот тот, кто обманывает, вот совести нет. И он будет продолжать тебя обманывать, вот пока есть возможность. И вот смотрите, 20 стих. И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Сильно видно человек любил. 7 лет за бесплатно работал. Я аж не заметил, как время-то пролетело. И сказал Иаков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Яков. И дал Лаван служанку свою зелфу и служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану, что это сделал ты со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Знаете, вот мне, чтобы он это раньше сказал, да? 7 лет назад. Он говорит, извини, ты сейчас поработай 7 лет, залею, да? Обманщики, у них обычно всегда условия в конце, когда нужно расплачиваться. Вот почему всегда важно договариваться изначально на берегу. Казалось бы, ну, тут как бы свои люди сочтемся, ну, как бы он все понимает. И вдруг никто ничего не понимает, и такие странные требования. Почему? Потому что надо всегда договариваться заранее. И вот ты к Лавану, типа, ой, так у нас же обычай. Как ты, ты разве не знал, что ли? Я удивился. Я-то думал, ты понимаешь, что сначала у нас нужно выдать старшую. А кончи неделю этой. Он так, знаете, вот называет это неделя. 7 лет поработал, ну, недельку. Потом дадим тебе и ту заслужбу, которой ты будешь служить, да? Яков так и сделал. И окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль дочь свою ему в жену. И вот смотрите, вот тот, кто обманывал, сам оказался обманутым. И вот вы знаете, вот эта история четко показывает, что всегда то, что мы сеем, приведет к урожаю. Мы хотим сеять одно, пожинать другое. Сеешь ложь, пожал правду. Вот мы как хотим. Ты поступаешь нечестно, но с тобой должны поступать честно. Это ж ты. А в действительности, именно то, что ты сеешь, то и пожинаешь. И никаким образом этот духовный закон мы с вами не обойдем. И вот посмотрите, в этой истории каждый, кто обманывал, пожал результат. И самый первый, конечно, это Яков. Причем, вы знаете, мы порой думаем, поскольку мы дети Божьи, Бог нас благословляет, то каким-то образом с нами все будет хорошо, и что мы пожинаем, точнее, то, что мы сеем, то мы не пожнем. Но Бог благословлял Якова. Помните, когда ночью Яков видел сон и лестницу, и Бога на вершине лестницы, то Бог ему сказал, вот я прочитаю вам одну фразу, которую Бог сказал. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Бог был с Яковом везде, но присутствие Бога в жизни Якова не означало, что в жизни Якова не было проблем. Нам кажется, если Бог с нами проблем нет, если Бога нет, вот тогда и проблемы появляются. Но в действительности присутствие Бога не избавляет нас от проблем, потому что Бог стремится что-то совершать в нашей жизни, а нередко именно через проблемы Бог может сделать то, чего другими путями Он в нас создать не может. И вот в этой истории, вот знаете, настолько интересно, вот такие есть тонкие грани, которые показывают, как Бог пытался достучаться до Якова. Вот посмотрите, Яков обманул своих родственников, брата, брата отца, посеял и пожал, что сам был обманут своим родственникам. Вот от человека, казалось бы, от которого не ждешь, обманут. Потом смотрите, Яков обманул отца, потому что у отца было слабое зрение. Помните, да? Слабое зрение. И он говорит, кто ты голос Якова, руки, руки и Савва, не видел, да? И в первую брачную ночь, когда после этой ночи Яков проснулся, он увидел у себя жену со слабым зрением. Знаете, вот есть такие детали, как будто Бог говорит, привет, ты как бы не думал, не замечал, а Бог здесь. Потом, смотрите, Яков, когда был в доме отца, он каким-то образом пытался обманом, хитростью. Что получить? Первородство. И это опять к нему прилетело, когда дядя Лаван сказал, а ты разве не знаешь, у меня есть первородная, моя дочка, как же я мог не дать ее за тебя первой? Уж извини, у нас так не принято, первородная должна первая замуж выйти, а уж потом младшая, младшая, Рахиль. И я не знаю, как бы в голове у Якова Мелькали, вот ты там типа сыграл на первородстве, вот ты пожал первородство, да? Сыграл на слабом зрении, вот и проснулся, да? У тебя жена такая со слабым зрением. Вот там родственников по-родственному облапошил, раз и тебя облапошили. Но интересно, что даже детально какие-то вещи, которые делал в свое время Яков, повторились в его жизни. Правда же, когда он жил у Лавана? Бог был с ним, Бог присутствует, но Библия говорит, Бог, кого любит, того наказывает. Для Бога было важно работать с сердцем Якова, с его характером. Он работал таким путем, он показал, да, я с тобой, но мое присутствие в твоей жизни не уберегает тебя от того, что ты пожинаешь проблемы в своей жизни. Почему ты пожинаешь? А потому что ты их сеешь. То, что ты однажды посеял, то пожал. Ты этот камень закатывал, вот он и прилетел к тебе. То, что пускаешь по водам, то однажды к тебе и приплывет. Вот, поэтому мы-то думаем, что для Бога важно только успех в нашей жизни. Насколько мы успешны, насколько у нас много результатов, насколько у нас классно все получается. Для Бога намного более важно то, что происходит у нас внутри. То, что творится у нас в сердце, да? Потом, кто еще в этом участвовал? Ну, конечно, Лаван. Лаван, он обманул. Но, казалось бы, вот этот такой опытный обманщик, но дальше мы читаем историю, что и его тоже обманули. Кто его обманул? Его собственные дочери его, в конце концов, обманули. То есть этот человек тоже сеял и тоже однажды пожал. Ну и третий человек, который участвовал в этом обману. В этом обмане была старшая дочь Лия. Она же, конечно, все понимала, да? Все хитрое, все коварство своего отца. И вот посмотрите, в 29 главе, 31 стих. «Господь узрел, что Лия была нелюбима и отверз утробы ее». Вы знаете, здесь у нас так переведено, так вот, нелюбима. Я посмотрел, это еврейское слово «мисайтай». «Мисайтай» означает ненавидеть, гнушаться, питать отвращение. То есть она не просто была нелюбима, она была ненавидима. Она ощущала, что вызывает у своего мужа отвращение. И не случайно она старалась побыстрее забеременеть, родить детей Якову, чтобы он ее полюбил. Смотрите, Лия зачала и родила сына и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала, «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Ужасно, когда дети должны быть плодом любви, а здесь дети как средство завоевать эту любовь. И мы дальше читаем там практически целая глава – это сплошное соревнование по деторождению между Лией и Рахиль. То есть смотрите, Лия сама себя наказала за свой обман, за свою ложь. Потом рожала и рожала детей. Для чего? Чтобы ее муж полюбил. Думала, хоть так. Потому что чувствовала, что да, вроде женой стало, все, но обман есть обман. Любовь не пришла. И точно так же в нашей жизни. Нам иногда кажется, «Ну, пастор, мы же с тобой дети Божьи, мы под защитой Христа, и Христос обещал быть с нами во все дни до скончания века, и мы сразу подразумеваем, если Христос в нашей жизни, значит, с нами ничего плохого не может случиться, значит, нас никто не обманет, потому что Бог на нашей стороне, и вдруг в нашей жизни проблемы, вдруг мы видим, что нас обманывают, кажется, Господь, «Как это ты в моей жизни, если со мной такое происходит?» Сразу вспоминая Якова. Бог был с ним, и Бог обещал быть с ним везде. И он был там в Харане, и он был там в земле Лавана, но Яков пожинал то, что сеял. Божья любовь, Божье присутствие не изменяет это. И поэтому, конечно же, когда мы с вами приходим в церковь, Иисус взял на себя вот этот бумеранг наших грехов, вот то, что должно было к нам прилететь, Он взял на себя, Он пострадал за наши грехи, Он пострадал за наше беззаконие, Он взял нашу смерть, дал нам свою жизнь. Мы принимаем Его в свое сердце, мы веруем в Него, мы становимся детьми Божьими. Но это не означает, что теперь, когда мы стали дети Божьи, мы можем не переживать, обманываем ли мы, не обманываем. Ведь новая жизнь, это не просто прощение грехов. Новая жизнь, это новые принципы. Как Иисус сказал той женщине, которая была взята в прелюбодеянии, «Иди и впредь не греши». Помните? Он простил ее, Он не судил ее, Он не взял камень, чтобы ее побить. Да, прощение пришло. «Иди впредь не греши». И когда мы с вами, уверовав во Христа, приняв Его спасение, омывшись Его кровью, то, что сегодня мы будем с вами вспоминать во время причастия, что мы делаем в начале каждого месяца, на первом воскресном собрании каждый месяц, мы вспоминаем, что мы омыты кровью Иисуса Христа. Однако апостол Павел говорит, что даже в причастии можно участвовать недостойно. Ты скажешь, «Как недостойно?» «Я омыт, я покаялся, Иисус мой Господь, как недостойно?» За что? Да потому что после уверования, каким ты путем продолжаешь идти, что ты совершаешь, если ты продолжаешь жить той же старой жизнью, что до покаяния, то, не сомневайся, бумеранг прилетит к тебе однажды. И все, что ты сеешь, пожинаешь. Я понимаю, что такие вещи, они, может быть, непопулярные. Нам кажется, что все хорошо, все Бог с нас снял, ничего. Но если ты продолжаешь после уверования сеять, в один день пожнешь. И это апостол Павел написал именно к верующим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Бог был с Иаковом, но Иаков, пожалуй, что сеял. Бог с нами, но мы точно так же пожинаем с вами, что сеем. Это не для того, чтобы мы, знаешь, схватившись за волосы, говорили, «Господи, что же мне теперь делать? Каждый наш день это определенное семя. Каждый наш поступок, наше решение, наше действие это определенное семя. Подумай, хочешь ли ты то, что ты собираешься сделать сегодня, то, что ты собираешься говорить сегодня, то, что ты собираешься решать сегодня, хочешь ли ты это пожать в отношении себя самого? Если не хочешь, то не отпускай это семя в землю. Сади в свои жизни только то, что ты сам хочешь пожать. В 30, 60 и 100 крат. Поэтому великий патриарх Иаков, человек, именем которого Бог тебя даже назвал, я Бог Авраама, Исаака и Якова, а этот человек пожинал то, что сеял. И дальше идет история, знаете, наверное, одна из самых загадочных историй в Библии. Вот смотрите, 30 глава. Мы пропустим все вот эти соревнования по деторождению между Рахилью и Лией. И вот 25 стих. «После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю». И сказал Лаван, что дать тебе? Видите, опять хитрый. Яков уже 14 лет отработал на него бесплатно. 7 лет за старшую дочь, 7 лет за младшую дочь. Уже чувствует, хватит, пора идти домой. Наработался. И Лаван ему говорит, что дать тебе? На самом деле, Лаван не хотел отпускать и думал, что он еще может с Якова взять. И взял, в конце концов. Тот еще 6 лет пахал за скот, на самом деле, да? Но выглядели, что ты такой молодец. Вот еще не знаешь, что дать тебе? Что, может быть, еще 6 лет на меня поработаешь? Нет, что дать тебе? Яков сказал, не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти истеречь овец твоих. Вот 31 стих. И вот 32 стих. «Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из них всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и скос, такой скот будет наградой мне». Вот посмотрите, что дать тебе? Яков объясняет Лавану. Вот смотри, до того, как я пришел к тебе, ты был не очень богатым человеком. После того, как я 14 лет работал на тебя, вот посмотри, сколько у тебя овец, какие у тебя огромные стада. «Дай мне овцы с крапинами, с пятнами черные, отдай мне, а вот таких без пятна, чистых, светлых оставь себе». Оставь себе. Ну, в принципе, справедливо. Лаван говорит, «Хорошо, классно ты придумал». И что он делает? Он берет, отделяет всех с пятнами, всех с крапинами, всех черных и отдает своим сыновьям. И говорит, «Заберите сыновья, идите». Остаются только светлые, без пятен и без крапин. И он приводит их к Иакову и говорит, «Ну, Иаков, ладно, договорились. Всех с крапинами, с пятнами. Забирай, пожалуйста». И тут уже пришел урожай не к Иакову, а к Лавану, потому что Бог не может только одного обманщика наказывать. Надо и успеть другого наказать. И вот смотрите, 37 стих. Вот она загадочная история, да? «И взял Иаков свежих прутьев, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. И положил прутья с нарезкою пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому, и всему черному скоту Лаванову, держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков колал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. И вот смотрите, у Иакова только светлые овцы, без крапин, без пятен. Вот ему дают, ну, все, что тут появится там с пятнами, все забирай себе, а вот светлых мне оставляй. И вот тут происходит одна вещь, я помню, когда я в первый раз читал Библию, я вообще не понял эту историю, потому что мне она показалась какой-то суеверной, это какая-то же мистика. Вот он их отводит там, где они воду пьют, там они зачинают потомство, и он кладет перед их глазами ветки. Причем он так смотрит, какие овцы пришли. Если там козы пришли такие крепкие, хочет ли он, чтобы вот этих крепких было потомство, хочу, тогда клал вот эти пестрые с нарезками прутья, вот, пред глазами их, пред глазами их овцы зачинали, и у них рождалось потомство с крапинами. Когда смотрят, приходят какие-то такие болезненные, такие светленькие, такие уже слабенькие, он говорит, нет, вот таких мне не надо. Все зачинали, и у них обычные одноцветные, светлоцветные рождались дети, и это все шло лавану. И в конце концов появилось так, что такие крепкие, мощные, пестрые козы и такие слабенькие, светлые, одноцветные. То есть лаван тоже за свой обман тоже пожал. И вот, знаете, вот эта история, вот с одной стороны кажется непонятной, с другой стороны она ярко иллюстрирует очень важный принцип. Вот если вот мы читаем часто обращение Бога к своему народу, к пророкам, Бог неоднократно у пророков спрашивал, и вопрос звучал так, что ты видишь? Казалось бы, какая разница, что я вижу? А разница очень большая. Что ты видишь? Потому что то, что перед твоими глазами рано или поздно проявится в твоей жизни. Поэтому, вы помните, Иисус говорил во время Нагорной проповеди, сказано, не убивай, а я говорю вам, всякий ненавидящий ближнего своего уже человекоубийца. Сказано, не прелюбодействуй, а я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в своем сердце. То есть Иисус показал, то, что происходит в нашей жизни, происходит не случайно. Вдруг человекоубийца, вдруг прелюбодей. Нет. Все это происходит внутри, когда человек уже внутри видит, как он ненавидит своего ближнего, он уже внутри его убивает, избивает его, уничтожает. То есть уже внутри совершает грех. Или внутри совершает уже прелюбодеяние, потому что внутри вожделение у него. Поэтому, что ты видишь, это намного важнее, чем то, что сегодня происходит в твоей жизни. Сегодня, может быть, все нормально, но если внутри у тебя гнев, раздражение, обман, ложь, то это проявится в твоей жизни. С другой стороны, может быть, сегодня у тебя не все в порядке в жизни, но если внутри ты настраиваешь себя на правду, на истину, на благодать Божью, на любовь Божью, то это точно так же проявится в твоей жизни. Вот почему Бог и спрашивает, что ты видишь сейчас, что у тебя внутри. Это намного более важно, чем то, что сейчас происходит в твоей жизни. Что ты видишь? Этот принцип сработал даже у этих коз, у этих овец. Видели ветки с крапинами? У них рождались дети с крапинами. Что ты видишь? Когда внутри мы уже замысливаем какие-то вещи, какую-то неправду, то однажды это придет в нашу жизнь. Очень часто в жизни кажется, что ложь наиболее выгодна. Но Бог показывает, что рано или поздно ложь всегда закончится крахом. Есть одна старая история про императора, который, будучи стар, решил выбрать себе наследника. И поскольку у него не было детей, то он собрал всех юношей своей страны и сказал, знаете, у меня нет потомства, поэтому один из вас станет царем после меня. и я решил, что каждый из вас получит по зерну, который вы должны посеять у себя дома, и через год вы должны привезти растение, которое вырастет. И вот самое красивое растение я выберу, и тот, кто его вырастил, станет после меня царем. И вот все получили эти семена, и один молодой человек также получил семя, и он, придя домой, посадил его у себя в горшок, поливал, удобрял, прошла неделя, ничего не растет. Прошел месяц, ничего не растет. Полгода, ничего не растет. Он узнает, что у его знакомых, товарищей, там, у одного, такое выросло растение, у другого вообще красивое выросло, а у него ничего. Год прошел, а у него ничего не выросло. И вот он взял этот пустой горшок, думал, думал, ну, решил думать, ну, что есть, что есть, и поехал туда, к царю. И увидел, что вокруг много молодых людей с такими всякими растениями, а у него ничего нет. И вот царь обсматривает все растения, увидел его, позвал его и говорит, вы знаете, я вам дал необычные зерна, а вареные зерна, из которых ничего вырасти не могло. И когда вы привезли мне растения, значит, вы заменили мое зерно на ваше. И только этот один человек, один юноша поступил по правде, он и будет царем. Знаете, когда кажется, что обмануть самое выгодное, в конце концов получается, чтобы по правде поступить, это наилучшее было решение, наилучшее было выбор. что ты видишь внутри себя. Библия говорит, что в последние времена, в последние дни будут времена тяжкие, люди будут сребролюбивые, наглые, напыщенные, сластолюбивые. Казалось бы, в наше время так невыгодно верить в Бога, поступать по правде. тебя все обойдут, займешься бизнесом, тебя обойдут, кто неправдой там занимается, кто там махинациями занимается, ты им не конкурент. И внутри тебя все говорит, давай, 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 с волками жить, поволчевый, ну ничего, не ты же этот мир придумал, поэтому живи по законам этого мира. но если ты принимаешь решение поступать по правде, поступать по истине, в один день ты пожнешь плоды правды и плоды истины. Чем больше Яков обманывал, тем больше он запутывался, пока однажды с ним не случилось то, о чем мы с вами будем говорить в следующую неделю, когда у нас будет последнее собрание, посвященное жизни Якова. Редактор субтитров Корректор А.Егорова